Разведчикам Багряных Ангелов удалось выяснить, что отступник-некромант скрывается где-то в лубении. Вам необходимо обнаружить его логово и расправиться с этой угрозой. Обитель некроманта. В этом видео я расскажу тебе все о некроманте-отступнике и как выполнить задание. Оковы сброшены. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Гринсоу. Финальное задание первой недели. Нанести урон подходящим оружием. Некроманту-отступнику. Естественно, надо брать оружие помощней. Если у тебя есть вилы, можно взять вилы. Я тебе рекомендую лопату. Вилы посильнее, конечно, но если нету, лопату всегда можно скрафтить. Плюс не забывай о скиллах. То есть, ему надо нанести урона 400 этим оружием. Как появляется эта локация? Как обычно, это временное событие. Чуть-чуть играешь, бамс, и она появляется. Второй способ. Ее можно вызвать через вот такую карту. Обитель некроманта. Его главная фишка в том, что он тебя бить не будет. Бить будут тебя и его скелеты. Он их вызывает бесконечно. Чтобы их сносить, надо, чтобы у оружия было 70 урона. Ну вот, коса 7-7. Бастардик. Ну, Риттершверт это вообще огонь. Крэгмессер. Алибарда. Шкиимитер, но нужны скиллы. И клеймор. Самый крутой вариант для тебя, если ты новичок, это клеймор. Подземелья отрекшихся фармишь, и будут тебе клейморы. Самого босса убить несложно. Но вот пока ты будешь выполнять оковы сброшены, тебе нужна ячейка быстрого доступа вторая. Замок, где у меня висит. Поэтому рекомендую тебе вот так делать. Одно оружие, чтобы убивать скелетов. Второе оружие, когда будешь подбегать к некроманту. Повторюсь, достаточно сложно только пока ты будешь выполнять вот это задание. После того, как выполнишь задание, такая броня даже не нужна. Мы можем прекрасно с тобой бегать в кожаной броне. Вторая ячейка под оружие нам с тобой не нужна. Из полезных скиллов, которые тебе помогут побыстрее сделать задание, да и его наказать. Я тебе рекомендую банальный мощный удар. Это шикарная тема, да? Ты будешь ему наносить шикарный удар. Из фишек. Лут поднимаем с него, плюс на локации есть его хранилище. Его сокровища. Вскрыть их можно, только если у тебя будет бочонок с порохом. А он состоит из десяти пороха. Вот я прямо сейчас сделал последний порох, который у меня был. И чё, как я дальше буду лутать хранилище? Никак. Но так по факту. Его главное хранилище можно открывать, даже не убивая его. Просто забиваешь на всё и бежишь сразу к хранилищу. Как его искать? На локации с ним присутствует пленник. Освобождая его, он тебе будет показывать дорогу к этому боссу. А босс телепортируется, соответственно, по карте. Это раз способ. Два способ. Люта-волк. Люта-волк будет тебе показывать дорогу, где он тусуется. Ну и три способ. По идее, вот эти вот свитки призыва мёртвых, да? Шкелетики будут показывать тебе дорогу, где он. Я всё-таки рекомендую тебе остановиться на лютоволке. Любой левел, не важен. И спасение мужчины, который там у него привязанный, да? С локации можно убегать спокойно. Прямо в момент поединка никто тебе не запрещает. И прибегать назад. На локации можно умирать. Главное, не умирай. Два в ряд. Ну, то есть, один раз умер, и тут же её по пять прибежал и умер. Иначе первый труп исчезнет. Также, могу тебе посоветовать вот такие свитки дождя. Когда тут будет идти дождь, мы будем спокойно, значит, оп, и нет дождя. Смотри. Волк не бежит к нему. Почему? Потому что ему надо понюхать его хоть раз. Ударить, короче. Как только ударишь, всё. Оп. Всё, теперь волк мне показывает дорогу. Ты понял, да? То же самое, значит, с этим мужчиной, которого спасаешь. То же самое. Всё, волк прямо ртом вперёд бежит. Поэтому я волку дал еды. Ты понял, да? Ну, достаточно эзишно. Самое сложное, конечно, это, наверное, оружие с уроном в 70 найти. Изи, изи, изи. Давай посадим волка. Вот тот самый мужчина. Это бесплатный, так сказать, способ. И он уже знает дорогу, потому что волк знает, да? Грязь. Мне кажется, это вообще, ёб, волшебно. Но смотри, тебе вот этого мужчины одного не хватит. Почему? Он очень быстро выдыхается, пока ты делаешь задание. Бить вилами, лопатой. Это очень, ёб, долго. Ну, вот, да, я потратил один шкиметр. В общем, ты понял, да? Этот парень у тебя будет временно. Временно. Пока делаешь задание за 10 тысяч очков, тебе точно не хватит его одного. Нужно будет ещё, чтоб волк помогал. Бегай с волком, пока волк не выдохнется. Теперь давай проверим шкелетов. Шкелеты отлично показывают дорогу. Ну, ты видишь, да? Показывают, показывают. А что, если всё-таки не хочешь ты его убивать? Не проблема. Ты можешь сразу взрывать вот это хранилище. Лутать и убегать. Но, повторюсь, это идиотизм. Это нафиг не надо. Почему? С него лут хороший. Его шкелеты добили. Серьёзно, да? Его шкелеты уничтожили. Слушай, третий способ, поэтому и третий, да? Свиток призыва мёртвых. Потому что это идиотизм. Свиток мёртвых, это очень крутая штука. Она нам для других целей нужна. Слушай, я тебе не стал показывать, конечно же. Свиток небесной коары. Это слишком золотые свитки, чтобы использовать на этого бомжа. Вот, шикарно. Да, с него хороший лут. Реально хороший. Потратив один шкиметр, я получил прям вообще нормалды. А можно ли с другим оружием послабей? Конечно, можно. Ну, типа Пернач, Моргенштерн. Но готовься сразу. Много брони, много лечения трать. Поэтому я тебе не рекомендую. Это серьёзный мужчина, да? Бери на него всё-таки посерьёзней оружие. А вот на броне можно вполне сэкономить. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты ещё не со мной? А почему? Подписывайся на канал. На ютубе, на рутубе, яндекс, нвк. Смотри там, где тебе удобно. Не забывай про телеграм, печка, тв, где живое общение. Круглые сутки чат у нас. Регулярные анонсы всех розыгрышей. Роликов, стримов. Новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь. Ну и жду тебя на прямых трансляциях. Удачи тебе. Пока-пока.